Удалжи. Реботы чё делают? Вообще наглые какие-то. Ой, полиция! Смотри! За тобой что ли поехали? Не будет так, что сейчас ты походу улетишь и буквально 2 секунды. Пацаны, выходите, чтобы я взорвал руки. Серьёзно? Нет! Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флэзин. Мы находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой Орёл и Решка. Всем здорово! Короче, сегодня будем кидать монетки и узнавать, кто будет миллионером, а кто бомжом. Сегодня мы собираемся покупать машины марки Ламборгини. Ну что, Паша, пришло время кидать монетку. Давай определимся, кто будет Орлом, а кто будет Решкой. Давай, я буду Орлом. Орлом? Окей, тогда я Решка. Давай спросим у Алисы. Алиса, кинь монетку. Это трудно. Решка. Решка, слушай, я победил. Я буду сегодня миллионером. Так, давай сразу зайдём в телефон. К тебе, кстати, достаётся 400 тысяч долларов. Потому что Ламборгини это тачки недешёвые, и они начинаются вроде бы от 350 тысяч в магазине. Так, а у меня бесконечная сумма. Тогда я захожу в легендере Моторспорт отсортировать по цене и смотрю одни из самых дорогих тачек. Так, Ламборгини это Гротти, да, если я не ошибаюсь? Да, да, да. Пегаси, Пегаси, Пегаси. Гротти, это Феррари. Пегаси. Так, смотрим, какая... У меня есть одна моя любимая тачка, которая мне очень нравится. Так, Пегаси, где она? Ой-ой-ой, как их много. Пегаси Асирис есть. Но, блин, нет. Я её не буду убрать. Нет-нет-нет. Нет, я выберу, знаешь, какую? Блин, моя самая любимая. Вот, Пегаси Репер. Миллион пицц... Репер? Репер, да. Пегаси Репер. Короче, миллион шестьсот тысяч долларов. Всё, короче, я покупаю такую нашу реперскую тачку для реперских пацанов. Буду себе гонять и рулить. Ну, всё, тогда я её заказываю красную к себе в гараж заказать. Давай, в офис. Уровень 3. Всё. Мне её сейчас доставят и я её пойду тюнинговать, прокачивать. А дальше мы с тобой встретимся и посмотрим, чё у нас будут за тачки. Ну что, ребят, завезли мне, короче, мою Пегаси новенькую ко мне в офис. И посмотрите, как она выглядит. Вот это Ламборгини. Слушайте, мне она безумно нравится даже в стоковом состоянии. Так как сегодня миллионер, я её прокачаю по максимуму. Денег мне вообще на неё не жалко. Так, Паша сказал, что он какую-то тачку за 300 тысяч купил либо за 290, что-то такое. Поэтому у неё около 100 тысяч останется на тюнинг. Так, давайте прокачаем тормоза. Тут тормоза 35 тысяч стоят. Вы только посмотрите на это. Это просто жесть. Это безумно много. Так, давайте фары какие-нибудь крутые поставим. Ксеноновый. Конечно, ксенон. Покрасим машину в металлик в какой-нибудь красивый цвет. Я даже не знаю, какой. Наверное, Ламборгини должна быть жёлтой. Поэтому покрасим её, конечно, в жёлтый цвет. Так, давайте. Воу, воу, воу. Вот это, да. Гоночный жёлтый. Перламутр какой-нибудь. Ну-ка, ну-ка. Воу, вот это мне нравится. Ладно, блин, нет, не нравится. Кстати, не нравится, говорю, потом говорю, не нравится. Ладно, вот это. Гоночный жёлтый. Сделаем перламутр, а дополнительный цвет я хочу, честно, сделать чёрным. Следующий идёт у нас спойлер, который низкий. Воу, воу, воу. Поднятый спойлер, либо карбоновый. Ну, ладно, давайте карбоновый спойлер поставим. Самый крутой. И далее подвеска. Занизим нашу тачку, блин, но если я еду на бордюр, мне кажется, я просто там врежусь с него. Так, трансмиссию, конечно, для управляемости. Ставим турбонану в 50 тысяч. Это просто жесть. А колёса? Вы посмотрите, какие колёса. Слушайте, я не хочу их менять. Ну, я, ладно, посмотрю, давайте. Колёса эксклюзивные и посмотрим. Если найду лучшие колёса, то я куплю их. Но я лучших колёс не вижу, честно. Вот эти вот колёса, которые я каждый раз ставлю, но, не знаю, вот эти вот мне безумно нравятся. Давайте их оставим, ребят. Так что, далее. Цвет колёс мы не можем поменять, а вот шины, и, ладно, улучшение шины сделаем полистойкими. И, в принципе, на этом всё. Покрышки, дым, ну, давайте сделаем вот тоже жёлтеньким, наверное. Стёкла мы затонируем, и вот такой вид у нас приобретает наша Ламборгиня. Вы посмотрите на этого монстра. Просто безумно выглядит круто тачка. Ну всё, я тогда выезжаю к Флэйзину, и мы сравним, чё он вообще купил за свои 400 тысяч, потому что это деньги были и на машину, и на тюнинг. Ну всё, погнали. В центр города, сейчас жду патчу. Вы посмотрите, как она офигенно выглядит, моя тачка. Слушайте, я прям радуюсь. Воу-воу-воу, вот это дрифт. Ты что купил? Это точно Ламборгини? А, это вообще какая-то старая. Слушай, ты её на БУ рынке, что ли, купил? Ну-ка, давай паркуйся и сейчас расскажешь о ней вообще. Короче, мне нравится, мне нравится. Просто за 300 тысяч там какой-то дурак её продавал. Ну, блин, она реально, это старая тачка вообще, жесть. Дай посмотрю салончик. Красную, ничего себе. Так, как первое лицо-то включить? Ну, слушай, салон здесь у тебя деревянный, старенький такой, ну, прям ретро-мобиль. Ну, да, реально старая тачка. А у меня вообще, смотри, новенький Ламборгини Репер. Ты сейчас Пегаси, да. Посмотри, у неё жёлтая обалденная подсветка, ксеноновые фары и просто как конфетка. Слушайте, ну, колёса такой. Колёса, колёса, ты чё? Колёса это такие на стоковой тачке. Так, ты чё? Уйди. Отъедь назад, ты чё делаешь? Вообще, что новая тачка только из мастерской и вообще хотел мне её раздолбить. Ну, смотри, ну, твоя тачка немного похожа, кстати, на Ford GT, если не ошибаюсь. Ну-ка, давай хотя бы сяду проверить. Это Пегаси, да, это Пегаси Монроя спортклассика. Ну, мне нравится, честно, мне нравится, знаешь, такие шины под спортклассику сделал. Так что, давай проверим их, знаешь, в гонке, так сказать, и посмотрим. У тебя, знаешь, у тебя яблочко красное, а у меня лимончик. Всё, моя тачка будет называться, короче, лимончик. Ребят, голосуйте, вы за яблоко или за лимон? Пишите в комментариях, какая тачка круче выхит, лимон либо яблоко. Ну, у тебя яблоко с червями будет, тоже. Там внутри чех такой сидит за рулём, короче. И посмотрим, кто, короче, будет круче у нас сегодня в гонке. Ну, а мы отправляемся в аэропорт. Ну, давай, вот такой новенький спорткар против вот такого ретро-мобиля спортивной классики. Давай. У меня, кстати, колёса в два раза больше, чем у тебя. Давай, кидай. Только не в меня. Убери от меня, гранату, ты что делаешь? Ой, очень тяжело. Давай уже кидай быстрее, я уже готов к старту. ну-ка, ну-ка, раз, два, три. Чё там, взрыв идёт, нету? Воу-воу-воу, стартуем. Ну, смотри. О, неплохо, кстати, достойно, достойно твоя тачка едет, хотя нет, я просто улетаю. Ну, слушай, а у тебя хватило вообще на двигатель прокачать на максимум? Нет? Хватило? Ну, тогда нормально. Так, ну, смотри, я уже просто улетаю. Я тебя догоняю. Догоняешь? Да. Ты что творишь? Так, нет, я тебя буду дорогу перегоражать. Так, куда ты? А, всё, всё, ой-ой-ой-ой, разбил свою тачку. Ну, слушай, я победил в драгрейсинге, и я зарабатываю один балл. Я предлагаю тогда переходить уже к гонке и проверить, чей скилл будет круче. Ребят, готовы мы уже к гонке? Флэзинг, ты готов? Конечно, готов. Гоу тогда, сейчас гоним до военной базы. Там мы, короче, проезжаем под туннелем, точнее, в туннеле, дальше разворачиваемся и на трамплине залетаем на военную базу. Надеюсь, ты знаешь, где надо запрыгивать. знаю. Короче, там запрыгиваем и там нас ожидает финиш. А ты куда поехал? Давай-давай, догоняй меня, лимонку мою, мою, ламборджини, лимонка, просто. Ты там на своем яблоке, едешь, Братан, стой, может быть, я врезался еще? Врезался? Окей, ладно, я тебя подожду немножко, давай. Даю тебе 3 секунды. Раз, два, три. Все, я стартую. Воу-воу, ничего тебе ты там разогнался? Ты куда так торопишься, дядя? Ну, давай-давай, смотри, короче, сегодня гонка у нас проходит по трассе, ребят, как вы заметили, и ставьте реально лайки за такую офигенные тачки, за такую офигенные тачки, слышал, как я сказал? Ооо, ну смотри, мы уже почти сейчас выезжаем на прямую, половину пути мы проехали. Во, нифига, тут тоже какие-то ламборгини, а нет, Ford, Ford, Ford GT. Так, ну смотри, я тебе, а что я без Ford еду? Вот так, красивее намного. Ну смотри, 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 ты там, ооо, что ты боты меня подрезают, прикинь? А, чё, офигеть, ты там их подговорил, что ли? Капец, ты там разогнался, слушай, зачем я тебя вообще ждал? Лучше бы я тебя не ждал, короче. Ну смотри, там ещё, ты чё так маневрируешь? Короче, там надо будет там развернуться, не забывай, и там уже посмотрим, потому что там надо будет набрать разгон, а может ты вообще даже не долетишь на этом трамплине, потому что трамплин довольно-таки жёсткий. Ты что, притормозил? Во, ты чё творишь? Ты чё подставляешься? Дай мне обогнать тебя хотя бы. Во, я тебя обогнал, всё, я тебя сделал, нормально, нормально, ты меня не подрежешь. Во, кстати, проехал Форд Джеттина, который твоя Ламборджини немного похожа, я сначала их перепутал даже. Нури, боты чё делают, вообще наглые какие-то. О, ой, полиция, смотри, за тобой что ли поехали? Нет, нет, не поехали. О, спереди ещё полиция, стой, вот это да, походу за нами уже гонки, ой, гонки говорю, погони начинаются, так что надо быстрее на военную базу заехать, но блин, чё вы делаете? Боты вообще творят какие-то чудеса тут. Так, вот всё, вот он трамплин, и надо сейчас развернуться, только я не знаю, кто скорость, может скорости не хватит, короче, и ты, не долетишь, я чуть в знак не врезался. Я долечу. Я тоже надеюсь долечу, поэтому, поэтому, воу, прям миллиметраж, миллиметраж, а ты, ты тоже долетел, где финиш-то? Финиш вот он, и флэзин, ну, прости меня, но я получаю ещё один балл. 2-0, а мы переходим к последнему испытанию, а мы уже на авианосце, и сейчас тут будет толкучка, кто кого перетолкает в воду. Паш, ты готов? Конечно. Всё, раз, два, три, погнали, будет у нас три раунда, так что у тебя будет время отыграться, давай, я вот сюда сверну, ну-ка, не хочешь, а не хочешь меня столкнуть в воду? А вот я хочу тебя столкнуть в воду, давай, вау, ну смотри, моя тачка помощнее будет, так что сейчас ты, походу, улетишь, и буквально 2 секунды, и я уже зарабатываю ещё один балл. 3-0, а мы переходим к следующему раунду. Ребят, подразбил немножко тачку, а мы переходим к второму раунду. Флэзин, раз, два, три, погнали. Ну чё, ты будешь меня мстить или нет, или моя тачка тебя сегодня просто полностью в сухую выиграет? я тебя уезжу. Давай, давай, я тут катаюсь возле, смотри, возле, прям на краю, короче, и ты чё-то просто проехал мимо, вот это шанс, мне сейчас удастся тебя столкнуть. Ну чё, ребят, а вы, кстати, я напомню, пишите в комментариях, яблоко, либо лимон. Какая тачка по стилю круче выглядит? Вот, да ты чё творишь-то, чё творишь? Слушай, Флэзин, на тебе, ты чё творишь-то, ё-ка, ламонет, ты смотри, меня закружил, как вообще, танцы какие-то, что за танцы, Флэзин, мы с тобой тут не танцуем, давай, давай, я тебя хочу, ты, чего ты сказал? Чё? Чё ты сказал сейчас? Не, ничего, ничего. Ну, ты даёшь, смотри, как у меня жёлтый дым, так что я тебя сейчас задымлю, мне кажется, тут точно, это реально какие-то у нас танцуйки, с тобой музыки, только не хватает, кстати, музыка-то будет, смотри, я тут, я тут, Флэзин, иди сюда. Я сейчас начну петь. Вот, я видел, ты чуть не упал, ты прям чисто свесил назад. Давай, как на трамплине, как на трамплине, реально. Ну-ка, иди сюда, иди сюда, Флэзин, сюда иди, сюда иди, я сказал, давай, надо тебя столкнуть. Нет, нет, тут ракеты, пацаны, тут ракеты. давай, ну давай, я сейчас, блин, чё-то они не взрываются. А ну, иди сюда, Флэзин, так, ты там не кидайся, я вижу, там уже гранаты какие-то достаёшь. Давай, мне надо тебя столкнуть, обязательно, слышь ты, иди сюда, яблоко с червём. Короче, червь за рулём, его зовут Флэзин, короче, он управляет яблоком на колёсах, какую-то хрень несу. Но, блин, ты чё делаешь-то, а? Да ты жопа. Давай, у нас с тобой дерби, тут так-то, они просто гонки всякие. Пацаны, выходите, чтобы я взорвал руки. Серьёзно? Флэзин! Серьёзно? А как, у тебя, а, ты броню прокачивал, небось, да? Да. Короче, ребят, объясняю, у него стояла броня, но бронежилета на Флэзине не было, поэтому он взорвался от гранаты и умер. Ну всё, это тоже поражение. И мне получаю, я уже ещё один балл, это уже 4-0. Просто жесть, Флэзин, давай, вызывай вертолёт и лети сюда. А мы переходим к третьему, решающему раунду. Ну, для кого решающий, для кого, в принципе, просто посмотрим. Сможешь ли ты хотя бы один балл сегодня заработать? Я тебя уничтожу, я тебя уничтожу. ты уже садился, я тогда тоже газую. Давай, Паш, вот я тебе даже поддамся, смотри, я вот тут встал. Чё, чё, нет, Ты чё? Нет, стой! Ну, блин, я хот... А чё-то у меня машина назад, слушай, вообще не поехала. Да? Да, реально, я хотел, короче, назад отъехать. Ладно, ну, можно сказать, я тебе поддался, если чё, я хотел обмануть, типа, его поддаюсь, хотя бы не в сухую, хотя бы не в сухую. Хотел просто назад отъехать, короче, и дать ему, короче, спрыгнуть в воду, но не получилось, ладно, не фартануло, так сказать. Ну, а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Один балл Паша всё-таки заработал на своей ретро-мобиле, спортивной классике. Ну, слушай, если вам понравилось это видео, оцените его лайком, пишите лимон, либо яблоко, чья тачка, короче. А с вами был Флэзин, Джелл, ссылка на Флэзина будет в описании. Всем огромное спасибо, ребят, за просмотр, за лайки, которые вы ставите, нам очень безумно приятно. А с вами были мы, Флэзин и Джелл, всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока, Нур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok